Давайте помолимся. Отец, мы прославляем и поклоняемся Тебе. Благодарим Тебя, что Ты такой прекрасный в наших глазах, такой чудесный, любящий нас и заботящийся о нас, и желающий от всего сердца восполнить наши нужды по своему богатству в славе. Благодарим Тебя, что Ты прислал к нам брата Лероя. Мы принимаем его помазание во имя Иисуса. Аминь. Лерой, давай сразу обратимся к тому, о чем Ты говорил перед началом нашей передачи. Мы были в девятой главе Бытия, говоря о том, чтобы становиться командующим богатством, о завете богатства. И фактически мы говорили о том, чтобы говорить Слово Божье и отдавать команды вслед за Ним. И то же самое помазание, которое было на Его Слове, когда Он впервые сказал его, пребывает на Его Слове и сейчас. И когда мы начинаем отдавать эти команды и применяем свои права на этот завет богатства, на земле происходят изменения. Это дает Богу возможность выполнить Его волю. Божья воля не может исполниться на земле без Его обеспечения. И поэтому Он подготовил нас посредством Своего Слова, тех из нас, кто изучает Его Слово и размышляет над Его Словом. Вот почему Он говорит об этом в первых трех стихах первого Псалма, открывая нам божественный секрет того, как все, что мы делаем, процветает. В Висайе 55, 11, Он говорит, что мы будем иметь успех во всем, что мы решим сделать. Иисус Навин 1, 8, «Да не отходит себе книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь...» Тогда ты преуспеваешь. Да. И вы являетесь причиной этому, потому что завет уже открыл обеспечение, силу, путь и возможность для вас ходить в этом. «Возможность ходить в этом». На самом деле, более важно то, что я знаю, что может Он, а не я. Можете ли вы понять и увидеть, почему дьявол пошел на такие издержки, чтобы оградить наших детей в общественных школах от любого участия Бога в сотворении на этой земле? Потому что прямо здесь Он произнес Свой завет, чтобы благословить эту землю. И чтобы действовать в этом. Да. Вы должны знать, что Бог уже благословил это. Дело не в том, что Он должен проснуться в одно утро и решить благословить это. Это уже здесь. Бог благословляет. Все, что вне благословения, не от Бога. Это то, что Он делает, верно? Вот каков Он на самом деле. Библия говорит, «Не видел того глаз, не слышала уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». И поэтому на этих передачах, в эти моменты, я ощущаю присутствие Бога и помазание, чтобы помочь людям, которые слушают, прийти, как говорится о твоих проповедях, в это богатое место. В Псалме 65, 12, в одном из переводов Библии говорится, что Бог вывел их и привел их в богатое место. И им нужно позволить Богу привести их в богатое место. У нас есть статистика, что всего 20% тела Христова оплачивает всю работу Божью на земле. Я надеюсь и молюсь Богу, что этот процент увеличится. Но я хочу сказать этим 20%, которые участвуют в этом. Оставайтесь в этом, потому что я хочу отметить здесь следующее. Завет богатства был Божьей идеей. Да, аминь. Ты знаешь, что это была Божья идея. И у нас здесь в Бытие 9.9 есть слово от Господа. «Вот, я поставляю завет мой с вами». Он обращается к Ное, верно? «И с потомством вашим после вас». Да, потому что у него есть завет. Да. У него есть завет. Когда Бог сказал, «Я поставляю завет мой с вами», Он говорит им некоторые вещи в 7 стихе. Давайте к нему вернемся. Он сказал, «Вы же плодитесь и размножайтесь и распространяйтесь по земле». 7 стих. «И умножайтесь на ней». Это слова из уст Божьих. Он говорит, «Плодитесь и размножайтесь». Он сказал, «Распространяйтесь по земле». И я верю, что Он говорит это тебе и мне. Вот что Он говорит твоим и моим партнерам. Он говорит на передаче многим миллионам людей, которые нас слушают. «Я вложил Своё семя в вас, которое есть Христос, чтобы дать вам власть от Моего имени в интересах Моего завета, в интересах Моего царства, в интересах праведного и духовного мира распространяться по земле, чтобы Моя миссия и Моё поручение, которые Я послал через Мои слова вначале и затем через Само Слово, через Моего Сына, Господа Иисуса Христа, миссия и поручение, также и через смерть, погребение и воскресение и вознесение и возвращение Господа Иисуса Христа среди других аспектов завета. Но этот аспект завета, чтобы вы были плодовитыми, представительными, могли умножаться и умножаться и распространяться обильно по земле, является Божьим поручением, потому что это Божий завет. Вот что он сказал Ною. Позволь мне сказать это немного иначе. И давай посмотрим. Слышим ли мы одно и то же? Хорошо. Он сказал здесь, «Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. Я поставляю завет мой с вами и с потомством вашим после вас». Послушай, как это звучит. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению». Точно. «У веровавших же будут сопровождать сие знамения». «Имя Мое». «И вы будете делать учеников, и вы будете крестить все народы», сказал Иисус. Да. «Вы не завоюете народы, отпечатанными на мимиографе 29-центовыми ежеквартальными брошюрами для воскресной школы». Нет, когда есть Дисней Уолт, киноиндустрия и все остальное, что пытается увести ваших детей в другом направлении. Не получится. Мы не сможем соревноваться с мировыми средствами массовой информации какими-то 29-30-центовыми брошюрами, отпечатанными на мимиографе. Большинство людей даже не помнит, что такое мимиограф, но мы помним. Мы не можем ожидать, что завоюем миллиарды людей при помощи какой-то напечатанной вручную мелочи, выходящей раз в квартал. Лерой, мы не сможем этого сделать. Многие в мире никогда не видели моих способностей, говорит Господь. Они не видели, потому что они не могут видеть в духовном мире. Я открою мои способности через проявление моего богатства, через моих слуг. так что те, кто не может видеть, смогут увидеть меня в моей благости, в моей милости, в моей силе, в моем избытке. Да, тем, кто ходит со мной и ходит в моем завете, им придется быть откровением для тех, кто не может видеть мою благость и мое обеспечение, и то, как сильно я люблю их. И когда они увидят вас, ходящими в моем обеспечении, они будут задавать вопросы, они будут жаждать знать меня, и тогда вы сможете проповедовать им Евангелие, и они смогут прийти в семью Божью. Да, даже мое богатство, которое было на Аврааме, было на Исааке, было на Иове, было на Соломоне, привлекало людей к моему завету, и они были приведены в мой завет богатством этих людей. Слава Богу! Аллилуйя! Я услышал это в Бухе. Господи, спасибо тебе! Как это важно! Аллилуйя! Как это важно! Боже мой! Так решитесь ли вы оставить это ради меня? Отложите ли вы в сторону ваши планы? Отложите ли вы в сторону то, что вы думали о богатстве, об умножении, об избытке, и откроете ли вы для меня свои сердца, потому что вы любите меня? Да. Потому что вы сеяли вашу жизнь в мою работу. Позволите ли вы мне сделать для вас и через вас то, что я хочу сделать, чтобы мы могли позаботиться об этом аспекте завета царства? Да, я сделаю это через вас. Вы не знаете, как. Вы не знаете, когда. Но подчинитесь мне, как это сделали другие мои рабы в этой сфере, и позвольте мне сделать это через вас. Вы не потеряете вашу любовь, вы не потеряете ваше поклонение, вы не потеряете вашу хвалу, вы не потеряете ваше уважение ко мне, потому что вы любите меня. Позвольте мне прибавить к тому, что я сделал для вас. Позвольте мне снять с вас это бремя, позвольте мне снять с вашей шеи это ярмо. Это ярмо должно быть уничтожено. Это бремя должно быть снято с вашей жизни, так же, как и все остальные бремена, которые я снял. Я наполнил вас Духом Святым, Я исцелил ваше тело, Я тот же самый Бог, стучащийся в ваше сердце, Я тот же самый Бог. Я хочу, чтобы вы жили этой жизнью, Я хочу, чтобы у вас была жизнь с избытком, Я хочу, чтобы у вас была эта свобода, Я хочу, чтобы у вас было это помазание в вашей жизни. Да, подчинитесь мне, Когда вы сидите там, подчинитесь мне, когда вы ведете машину, подчинитесь мне, когда вы стоите там. Я обращаюсь сегодня к вам. Сегодня будет начало в вашей жизни, где вы откроете некоторые вещи, которые вы уже знаете, но вы противились им, потому что так сказали вам другие. Откройте ваше сердце, позвольте этому войти. Я собираюсь проявить себя в вашей жизни, чтобы весь мир узнал, что это был Я, и что это не были вы, говорит Господь. Господь, мы принимаем это. Поднимите сейчас ваши руки и просто принимайте это слово. Иисус, спасибо тебе. Господь, спасибо тебе. Господь. Разве я не сказал в моем слове не оставаться должным никому ничем, кроме любви к ним? Я говорю вам сейчас, я сделал это возможным через мое слово в 28 главе второзакония, что вы будете взаимодавцем и не будете должником. Это не было каким-то безосновательным заявлением, это часть моего завета. Я сказал, что вы будете головой, а не хвостом. Я сказал, что вы будете наверху, а не внизу. Я сказал, что я благословлю вас в городе, я сказал, что я благословлю вас на поле. Вы соблюли мои заповеди, вы соблюли мое слово, вы почтили меня, вы сеяли в это служение, вы сеяли в вашу десятину, отдавали ваши десятины и пожертвования, вы поклонялись мне и вы прославляли меня, но я заявляю в вашем присутствии, в вашем доме, где вы сейчас сидите, это ваш час», — говорит Господь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Мы прославляем тебя. Мы принимаем это. Мы прославляем тебя. Мы принимаем, мы принимаем, мы принимаем это. Это должно быть представление моего присутствия на земле, какого они раньше не видели. Они никогда не видели в этом поколении, как ходил Авраам. Да, но теперь они это увидят, потому что я высвобождаю сейчас это помазание по всему миру, на домах и на верующих, которые настроены на мое слово в этот момент. Слушайте это слово, потому что вы любите меня. Да, потому что вы слышите, и потому что я использовал моего раба, Кеннета Коупленда, чтобы открыть для вас эту дверь. Вы будете благословлены так, как никогда раньше, потому что в данный момент, когда вы поднимаете руку там, где вы находитесь, я собираюсь аннулировать долги в вашей жизни. Я собираюсь сломать всякое финансовое ермо, которое было на вашей жизни. Я собираюсь снять всякое финансовое бремя сверхъестественно, моей силой, и моей славой, и моими путями, и моей целью, и моей мудростью. Это ваш час. Примите это. Спасибо тебе, Господь. Слава имени Господа Бога. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Брат Лерой, когда Господь сейчас говорил это, я увидел в своем духе Господа, говорящего людям. Я хочу, чтобы ты открыл банк. Я хочу, чтобы ты начал этот бизнес. Я хочу, чтобы ты начал тот бизнес. Задумайтесь об этом. Как было бы замечательно, если бы сильные мужья и жены веры управляли банками и возглавляли бизнес. И Божьи деньги текли бы и текли. Но вместо того, чтобы церкви приходилось стоять перед нечестивыми людьми с шапкой в руках, как какой-то попрошайка, и кланяться им. Да, позвольте мне взять деньги. Могу ли я получить скидку для проповедников, пожалуйста? Могу ли я получить это? Могу ли я... И просто желать получить крохи с чего-то стола. Насколько это отличается от того, что будет с этого момента? Потому что это происходит прямо сейчас. Да, рабство было разрушено, и происходит изменение. Последние будут первыми, и первые будут последними. Господь делает что-то в этой студии прямо сейчас, и помазнивая освобождается сейчас, чтобы освободить Божьих людей в этой сфере, чтобы они могли ходить более высокими путями в проявлениях славы. Потому что проявление Его славы... Все, что приходит с небес, проявление Его славы. И Бог желает. Есть так много людей, которые любят Бога, брат Коупленд, которые слушают и не слушают. Но в основном мы имеем дело с теми, кто слушает и настроен, и жаждет Бога. И им действительно нужен прорыв в этой сфере. Они нуждаются. Им действительно нужен прорыв. Многим пасторам, многим апостолам и пророкам, нуждающимся в прорыве. И знаешь, Бог сказал мне следующее. «Тот, кто атакует богатство, притянет к себе недостаток». «Тот, кто атакует недостаток, притянет к себе богатство». Я видел, как это происходило снова и снова. Я видел, как это послание атаковали, и недостаток был сильным. Я видел людей, которые принимали это послание, либо примите его, либо оставьте его в покое. Я видел людей, принимающих это, и проявление просто начинает выводить их жизнь на свободу. У меня есть свидетельство молодого человека, который купил участок собственности за 534 тысячи долларов, около четырех лет назад. И я поехал и проповедовал для него. Он является одним из моих сыновей в Евангелии. Он сказал, у меня есть что вам показать. Есть что показать. Я пошел в его офис. На половину этой земли он заключил контракт на 15 миллионов долларов. На второй половине он собирается построить здание. Он собирается взять эти деньги и построить здание на другой половине. Да. Бог постоянно это делает. Да. Да. Знаешь, первый новый самолет, который мы купили, Бог настоял на том, чтобы я не покупал ничего другого, а купил новый самолет. Мы так и сделали. Мы послушались его в этом. Во время первого полета на нем ко мне пришла радость от Господа в необычной форме. Я вышел из него. Это был мой первый полет на нем. Я вышел из него. И радость от Господа была на мне, Лерой. Да. Я шел от самолета к кассе заправки в сервисном центре. И я остановился там. Я прославлял Бога. Радость от Господа проявлялась на мне. Да. Это его царство, да? Но спустя несколько дней я делился этим с двумя людьми в ресторане. Там была Глория и двое наших близких друзей. Я рассказывал об этом и говорил им о радости от Господа. И она снова пришла ко мне. И когда она пришла ко мне в этот раз, то вместе с этой радостью ко мне пришло слово от Господа. И он сказал, «Это единственный новый самолет, который у меня есть». Господь радовался этому, но это причинило мне боль, Лерой. И я сказал, «Если кто-то и должен иметь новый самолет, так это Иисус». И это промелькнуло в моем сознании, когда Иисус был в лодке с Петром. И Петр использовал эту старую гнилую сеть, чтобы потом не перемывать ее. Потому что в другие времена у них могла быть полная сеть рыбы. Настолько полная, что они не могли сдвинуть ее с места. Но сеть не рвалась. А эта старая сеть была ни на что не годной. Иисус сказал, «Закинь твои сети». Он сказал, «Я закину сеть». И он закинул там сеть. Ему было все равно, придется ее чистить или нет. Сеть порвалась, и он понял, что наделал, и сказал, «Выйди от меня, я грешный человек». Да. Я забросил эту старую гнилую сеть. И во мне промелькнула мысль, «Если этой рыбы не было у Петра, то ее не было и у Иисуса». Иисус принес процветание, потому что законы умножения действовали через него, и вся рыба в Галилейском озере собралась вокруг лодки, стараясь быть пойманной. Но тут был непослушный человек, и без послушания их партнеров, принесших те новые сети, они бы не поймали ни одной рыбы. Боже мой. И это задело меня. Я начал взывать к Богу, «Прости меня, что я не понял это до сих пор». У Иисуса должно быть самое лучшее, что есть. И вот принцип, который распространяется прямо сейчас по всей земле. Он дал нам помазание, чтобы благословить целую планету. Да. Как Он сказал Ною и Его семье, умножаться. Плодиться. И благословлять землю. И быть плодовитыми. Тогда Он высвободил помазание, чтобы благословить всю эту планету. Приносить обильный плод, как Он им сказал. Приносить обильный плод. Иисус пришел, взял благословение, и понес грех, и победил его. Аллилуйя. «Вся власть», — сказал Он, — «да нам не на небе и на земле». «Теперь вы идите». И Он высвободил свое помазание. Да. Чтобы благословить всю эту планету. Да. Оно на нас. Оно на нас. Оно на нас. Нам придется ответить за Ним. Нам придется ответить за Ним. Нам лучше сделать это. Слава Богу. Слава Богу. Аминь. Скажу тебе, одна из самых потрясающих вещей произошла со мной за пару месяцев до этой передачи. Я выходил из своего офиса, и Господь сказал мне свидетельствовать об этом. Я проходил через мой офис, и молодая девушка остановила меня и сказала, «Вот». Это был факс. И я не очень часто работаю с факсом. Это был факс от одного из моих партнеров. Там говорилось, «Мы с женой жертвуем миллион долларов в ваше служение. Делайте с ним все, что захотите. Только не называйте наших имен. Не говорите, кто мы». Просто вот так. Пару месяцев назад пожертвовали миллион долларов. Делайте то, что Бог скажет вам с этим делать. Хорошо. Этот человек был под моим служением. Как он получил этот миллион? Применяйте принципы. Да. И он теперь открыт, чтобы послать миллион в это служение. И он сказал, «Просто делайте то, что Господь скажет вам делать с этим». Он сказал, «Я уже выполнил свое обещание пожертвовать на самолет, которое я вам дал». Он сказал, «Это уже оплачено. Этот миллион». Однажды я ехал в один город. Я сказал, «Не знаю, смогу ли я там остаться, потому что я обычно лечу назад домой». Он сказал, «Да, но если вы останетесь, я забронирую этот прекрасный номер для вас. Кто еще приезжает с вами?» И я ему сказал. Я перезвонил ему и сказал, «Я не останусь, я полечу назад домой». Он сказал, «Все в порядке, слава Богу, я уже заплатил за это». Он часть этой армии. Он почитает. Он почитает. Он почитает дела Господа. Просто вот так. Он даже не позвонил. Отправил факс. Отправил факс. Знаешь почему? Он не искал похвалы. Нет. Он не искал славы. Он в этом для того, чтобы благословлять Царство Божие и поддерживать тебя в работе. Поддерживать тебя сильным. Поддерживать твое движение. Держать тебя на передовой постоянно. Боже мой. Наше время подошло к концу, но скажу вам прямо сейчас. Вам нужно воспользоваться интернетом и вернуться к этому сегодняшнему Слову от Господа. Снова прослушайте и запишите его. Конечно же, мы предоставим вам его и позаботимся, чтобы оно у вас было. Но вы не можете ждать. Получите это прямо сейчас. Да. Если вы примете это Слово и будете поступать по Нему, оно будет работать в вашей жизни прямо сейчас. Оно работает для вас. И Бог будет производить работу, начиная с этого момента. Спасибо, Господь. Мы вернемся через минуту. Есть библейская истина. Это не просто часть истины Библии. Это то, чем является Библия. И это записанное Слово Божье. Этот вечный документ является копией двух заветов. Один из которых исполняет другой. И завет это основание для веры. Аминь. Во что я могу верить, не имея завета? Я просто буду пытаться придумать, во что верить. И именно поэтому у людей веры столько, сколько у них есть. Они говорят, знаете, брат Коплант, я надеюсь, что Бог исцелит меня. Я надеюсь, что Он поможет мне финансово. Но вы никогда не знаете наверняка. Вы никогда не знаете наверняка, если вы никогда не читали. Но когда вы узнаете то, что Он сказал, а все, что Бог сказал, подкреплено кровью, это самый серьезный завет, который можно найти, верно? В Ветхом Завете Он подкрепил его кровью животных, дав обетование, что в один день Он подкрепит его своей собственной кровью. В то время у Бога не было никакой крови. Должен был прийти Иисус и быть рожденным Девой, но родиться от Слова Божьего. И затем Он пролил свою кровь. И теперь Новый Завет, исполнение Ветхого Завета, подкреплен, что также подкрепляет и Ветхий Завет, верно? Да. Потому что это не два отдельных завета, они соединяются. Те же самые пророки, которые пророчествовали Ветхий Завет, пророчествовали и новые. Духом. Духом. Поэтому это подкреплено кровью Иисуса. Это клятва на крови. И когда вы принимаете это, вы говорите, это Завет. Бог сделал это Заветом. Все, что Он говорит в Нем, подкреплено кровью Иисуса. И как только я сказал это, моя вера начала подниматься. Это сильно. И вы должны высвобождать вашу веру. Вы должны высвобождать вашу веру, потому что это договор с условиями. Бог выполняет свою часть, и затем Он дает человеку возможность участвовать в этом. Как ты сказал, Завет подкреплен кровью Иисуса. И кровь Иисуса теперь объединяет Ветхий и Новый Заветы вместе, со всеми благами, которые Бог обеспечил и пообещал тем, кто принимает это и верит в это, и движется, и действует в вере. Знаешь, в Библии сказано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Поэтому договор, Завет — это Божье дело, но он имеет условия. И в этом Завете есть различные благословения, различные обетования, различные благоволения, которые Бог изложил для человечества. Также значительным является и то, что Библия говорит, вера приходит от слышания, а слышание — от Слова Божьего. Поэтому Господь желает веры. Мы можем угодить Ему, только верой, но Он также и обеспечивает веру. Поэтому, как мы уже говорили, жизнь веры должна быть целостной, чтобы получить что-либо из Завета. В Библии сказано, что мы ходим верой, а не видением. И вера заставляет надежду проявиться и приносит надежду в настоящее и с будущего в настоящее. Поэтому, имея дело с этим аспектом Завета, Завета богатства, вера должна принимать участие, так как есть условия. Бог выполняет Свою часть, но люди также должны выполнить и Свою часть. И их часть приходит из инструкции. Бог в Своем Слове дал нам инструкции, как мы должны выполнять Свою часть, или как мы должны участвовать в том, что Он делает. В Своем Завете Он открыл, каково Его желание, что Он нацелен сделать на земле. И Он нуждается в человечестве, чтобы оно пришло и соединилось с Его помазанием, соединилось с Его волей, соединилось с Его планом, соединилось с Его целями. И тогда воля Божья, через человечество, Бог начнет проявлять Свой Завет на земле. Знаешь, брат Коупленд, Бог говорил мне о безобилии и росте, и богатствах, и финансовых прорывах. И Он говорил это потому, что телу Христову придется подчиниться тому, чтобы Бог финансировал Евангелие, финансировал свое поручение, финансировал свое видение, финансировал свою работу на земле. Поэтому богатство важно, и оно является частью того, что кровь Иисуса подкрепляет. Когда ты говоришь о том, что кровь Иисуса подкрепляет Завет, то в Первом Ветхом Завете использовалась кровь животных, а затем Новый Завет был подкреплен кровью Иисуса. Тогда кровь Иисуса простерлась до бытия и собрала весь Завет вместе. Когда Бог начал говорить мне об этой книге, становясь командующим богатством Завета, я понял, что Бог нуждался в ком, так кто будет верить Ему достаточно сильно и востребует Его обеспечение. Я начал молиться об этом, и Господь начал открывать мне определенные вещи. Есть девять основных моментов, о которых я хочу рассказать, и которые дадут верующему понимание тайн богатства и того, как действовать в деле Божьем. И первая из девяти реальностей понимания богатства Завета — это Божья цель богатства. В авторозаконии 8.18, которое является своего рода руководством к пониманию богатства, Бог сказал, «Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Это определение, что Бог дает мне, или дает тебе, или любому верующему, который нас слушает, силу приобретать богатство. Это сильное утверждение, но оно не будет полным до тех пор, пока вы не услышите следующую часть. «Дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой». Поэтому богатство верующего и Божье поручение, или то, что Бог желает сделать на земле для человечества, соединены вместе. Богатство — это важная часть, потому что для всего, что вы собираетесь делать на земле, вам понадобится некоторая финансовая поддержка, если речь идет о материальной стороне жизни. Вам нужно богатство для строительства церкви, или покупки самолета, или чего-то еще, что вы делаете для того, чтобы быть уверенными в том, что Евангелие проповедуется по всему миру. Герой, твой дом находится прямо там, на окраине той местности, где бушевал ураган Катрина, разрушая все вокруг. Верно. Вы живете прямо там, рядом с Батн-Руш. И это яркий пример того, о чем ты говоришь. Потому что правительство потерпело неудачу. Городские власти потерпели неудачу. Власти штата потерпели неудачу. Правительство США потерпело неудачу. Единственной помощью, которая была у людей, во многих случаях, находившихся между жизнью и смертью, были проповедники, у которых было достаточно денег, чтобы прийти и спасти их жизни. Абсолютно верно. Одним из самых великих открытий в этом урагане была нищета. Она была велика. Огромный, огромный размах нищеты. Многие из этих людей не могли выбраться, потому что у них не было денег и машины, чтобы уехать. Я думаю, что я услышал сейчас кое-что от Господа. Это не было потрясающим словом пророчества, но это просто... Ураган не убивал и не калечил этих людей. Это сделало нищета. Они не могли выбраться оттуда. Ураган не повредил никому, у кого было достаточно денег, чтобы сесть в машину и уехать из города. Что касается тех, у кого были деньги, но не хватило ума, чтобы сесть в машину и уехать из города, это совсем другая история. Но нищего человека, которому негде было укрыться, кроме как на крыше своего дома и пытаясь спастись на чердаке, он утонул, убило нищета. Самой большой проблемой, которая у них есть до сих пор, являются финансы, чтобы отстроить все заново, восстановить, дать крышу над головой этим людям. Вот почему я знаю, что это призвание есть на моей и твоей жизни. Послание о богатстве и о процветании и об умножении для тела Христова. Это послание, которое должно проповедоваться постоянно. Многие из этих людей были верующими. Очень многие из них, Лерой. Да. Большинство были верующими, но у них не было никакого представления о понятии богатства или о том, что Бог хочет, чтобы у них было обильное обеспечение, что Бог хотел восполнить их нужды. Знаешь, здесь есть еще один момент, Лерой, и мы уж точно не хотим пропустить это. Если у людей нет этого, тогда у города нет этого. Да. Если у людей нет этого, тогда у штата нет этого. Верно. И Бог не помазывал правительство идти и изображать Бога и быть ответом для всех в каждом бедствии. Они не могут это делать. Нет, они не могут это делать, Лерой. У них недостаточно денег. И в ситуации, подобной этой, они внезапно оказались под ударом дьявола. Расплата за грех проявилась прямо в том месте. И когда это произошло, силы тьмы просто сделали всех там недееспособными на достаточно долгое время, чтобы убить множество людей. Я имею в виду, президент не собирался никого убивать. Мэр не собирался никого убивать. Единственные люди, которые хотели там кого-то убить, это несколько наркоманов и глупцов. И дьявол стоял за этим. Да, дьявол стоял за этим. Но единственные люди всего несколько минут, всего несколько часов, это то, что нужно сатане, чтобы принести ад на землю, если нет никого, кто противостал бы ему в определенных сферах. И когда это произошло, единственными активными и деятельными людьми были люди Божьи, которые ходили в свете Божьем и сразу же поняли, что делать. И у них были деньги, чтобы это делать. И у них были деньги, чтобы это делать. Пока ты говорил, я думаю, что Дух Святой побудил меня сделать следующее заявление. Каждый верующий, каждое дитя Божье имеет право стать командующим тем, что принадлежит Отцу. Абсолютно верно. По наследству, по их праву, как детей Божьих, как сонаследников со Христом. Дело не в том, что Отец не обеспечил эту сферу. Эта сфера была обеспечена с избытком. Мы поговорим о благодати, мы поговорим о любви, мы поговорим о вере, и нам нужно все это, чтобы это проявилось. Но об этом аспекте завета, что Бог заботится о своих детях, в большой степени скрывали даже в церкви. В большой степени. Боже мой, да. Они не проповедовали это послание достаточно ясно, потому вместе с этим посланием также приходят гонения и преследования. Но вы не можете отрицать тот факт, что Библия говорит об этом, и Господь говорит, что богатство имеет некоторое отношение к Его завету. Поэтому необходимо подчеркнуть, что один из девяти моментов, которые должен знать верующий для того, чтобы действовать в завете богатства или стать командующим богатством завета, это Божья цель богатства в теле Христовом. Он должен знать Божью цель богатства в теле Христа. Я думаю, что Писание говорит об этом, чтобы утвердить Его завет, чтобы установить Его принципы, Его волю, Его пути, Его самого на земле, чтобы люди рождались свыше и назидались в духе, чтобы дать людям действовать и двигаться Божьими путями. Царство Божье внутри нас, и когда человек знает, как действовать в царстве и знает, как оперировать финансами царства, тогда в этом мире может быть выполнено много Божьей работы. Проблема того, что многие не являются командующими богатством завета в том, что прежде всего они не знают цели богатства. Они путают материализм с проявлением. И как мы ранее говорили, что все материальное всего лишь прах. Это все возвращается в прах. Поэтому в этом нет ничего особенного, но материальный аспект нужен для того, чтобы обеспечить средства для выполнения миссии духовного мира. мне это нравится. Мне это тоже нравится. Понимаешь, когда мы это поймем, и Господь сказал становиться командующими богатством завета потому, что это не происходит автоматически. Вы должны изучать, вы должны научиться жизни веры, вы должны научиться жизни любви, вы должны научиться жизни в Божьей благодати, вы должны научиться жизни в Божьей милости, вы должны узнать об откровении, о мудрости, Потому что дальше мы будем говорить об этом Когда я наткнулся на это место Писания в книге Эккресяста Где в одном из переводов говорится, что мудрость Это защита А затем идет следующее утверждение Деньги — это защита И меня с моим конфессиональным прошлым это просто шокирует Потому что я читал эти стихи Но через очки моей конфессии я не видел важности этого Эти две вещи идут рука об руку, верно? Ни мудрость без денег, ни деньги без мудрости Ни одной из них Не может работать Вы не говорите истины, если вы говорите, что у вас есть мудрость, но нет денег Потому что мудрость Божья произведет богатство Божье Абсолютно верно Мудрость и богатство идут вместе Если человек... Соломон совершенный пример этого Через все Писания Это сделало его самым богатым человеком Ветхого Завета И он просил мудрости, а когда он получил мудрость, то богатство пришло вместе с ней Тогда я задал вопрос Что такое богатство Завета? Что такое богатство Завета? И в этом вопросе Дух Божий сказал Это сверхъестественное богатство Это не богатство, заработанное или полученное через какую-то программу Богатство Завета Это то, что Бог делает доступным своим детям Из-за того поручения, которое он хочет принести на землю Своего сверхъестественного видения Это сразу же говорит мне о том Что богатство Завета Не привязано к мирской системе Нет, абсолютно нет Оно полностью вне этого, верно? Бог использует и манипулирует мирской системой Используя нашу веру для того Чтобы извлечь из нее вещи Потому что все это принадлежит ему с самого начала Это не принадлежит миру Верно, он сказал Богатство грешника сберегается для праведного Сберегается для праведного? Господня земля Псалом 23.1 Господня земля, и что наполняет ее? Вселенная и все живущее в ней Все серебро и золото мое Бог разместил свое богатство здесь с определенной целью Чтобы выполнить свою миссию Первый человек, Адам, был богатейшим человеком Которого вы когда-либо видели Потому что он контролировал все Но после грехопадения Адам потерял все Затем второй Адам, последний Адам Иисус вернул все это нам Потому что Библия говорит, что он, будучи богат, обнищал Чтобы мы обогатились, стали богатыми Не просто богатыми только для того, чтобы быть богатыми Но богатыми с целью Цель Цель, да, да Вот что тело Христова сегодня И каждый раз, когда мы донесем это до них Они ухватятся за это Есть мужи и жены Божьи, которые действительно любят Бога Но они не ухватились Они говорят, почему я должен верить Богу? Я говорю о богатстве, зачем мне ходить в богатстве завета? Но я верю Духу Святому Я усердно молился, чтобы Дух Святой коснулся этих людей Потому что Бог хочет, чтобы они шагнули вперед в этой сфере Чтобы финансы для Евангелия Люди, которые работают в служениях, отдают свое время У них есть семьи, у них есть нужды Поэтому им нужно платить Мы должны понять и это Тело Христово должно прийти к осознанию того факта Что Божья работа должна продолжаться на земле И для того, чтобы Божья работа продолжалась на земле Им придется иметь финансы, чтобы выполнить это Придется иметь Поэтому есть сверхъестественное богатство И затем я записал следующую мысль Что такое богатство завета? Закон спроса и предложения Это обычное его название Но закон команды и предложения Это то, что Дух Святой дал мне Его суть в том, что верующий имеет право командовать Или требовать то, что по праву принадлежит ему Представлено Словом Божьим, представлено Заветом Поэтому богатство завета Помнишь, в послании к филиппийцам 4.19 сказано Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом Это не произойдет автоматически Вам нужно востребовать Востребовать? Вам нужно знать, что это ваше Это не такая уж большая тайна Нет Вы кладете ваши собственные деньги в банк Но они оттуда не вернутся, пока вы не потребуете их Банкир не поднимется однажды утром и не скажет Знаете, звонил верой Им нужны деньги этим утром Нам лучше снять деньги с его счета и отвезти ему домой Это не его работа, он не обязан делать это И это не Божья работа Это ваша работа, делать вклад и снимать Я слышал, как брат Урал Робертс сказал однажды в одной из телепередач Я не знаю, когда ее снимали, но я видел ее вчера Он сказал Потребуйте наличное по вашему чеку Я думаю, что тело Христова должно это сделать Получить наличное по чеку Вам нужно применять принципы, вам нужно сеять семя Нужно следовать принципам Но пришло время для тела Христова получить наличное Я думаю, что мы живем в последние дни Все происходящее сейчас описано в 24 главе Матфея Землетрясения, пожары, наводнения, убийства Неуважение к Богу В школах запрещена молитва Трех директоров школ убили в один день Так многое происходит на земле И мы должны заниматься делом нашего отца Мы должны это делать Это неудивительно Обо всем этом написано в Библии Но мы должны занять свое место в теле Христовом Ухватиться за главный Божий план в отношении Его денег Его собственности И Его влияния Да И востребовать это Имея в сердце ту же самую цель И Бог тут же вас поддерживает Да И это будет течь И Его цель будет достигнута И мы закончим это И уйдем отсюда Аллилуйя 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 Евангелие от Иоанна 14 глава 21 стих Кто имеет заповеди Мои Это говорит Иисус Его слова записаны Кто имеет заповеди Мои И соблюдает их Тот любит Меня А кто любит Меня Тот возлюблен будет Отцом Моим Я возлюблю Его И явлюсь Ему сам Я поделюсь с вами тем, что Лерой сказал мне прямо перед началом передачи И он сказал это Святым Духом Вера И любовь Это силы Уравновешивающие Божье богатство Любовь это цель Которая стоит за деньгами Да Лерой веди нас в этом Даже Виана 3.16 сказано Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную Мир нуждается в этом послании Необходимо богатство Божье или финансы Божьи для того, чтобы донести это послание до мира Существует поручение Божье богатство прикреплено к Божьему поручению проповедовать Евангелие Чтобы люди осознали, что Иисус реален И приняли Иисуса как своего личного спасителя Поэтому в этом стихе Иоанна 14.21 говорится об исполнении заповедей Докажите, что вы любите Бога, тогда Бог откроет себя или явит себя нам Когда я прочел это, готовясь написать эту книгу Дух Святой открыл мне, что когда Бог проявляет себя Он проявляет свое полное обеспечение Если у человека есть способность постичь и принять это верой и любовью Божьей Потому что эти две силы должны присутствовать для того, чтобы управлять Божьим богатством Если в того, кто управляет богатством, входит страх Тогда оно разрушит его и многих других людей Любой, кто управляет деньгами и впускает внутрь страх, становится опасным Да Потому что когда такое происходит Когда страх Да, да Слава Богу Спасибо тебе, Господь Слава Богу Когда страх Приходит внутрь Тогда деньги становятся корнем всех золов Абсолютно верно Когда приходит любовь Тогда деньги Является обеспечением Божьим Которое поддерживает его работу Я только что услышал, как Дух Святой сказал Да, это ясно и это сильно Боже мой Когда приходит страх Вы можете сказать это так Когда к деньгам применен страх, это становится корнем всех зол Если я правильно это услышал от Господа Я верю, что я услышал Это не деньги, это любовь к деньгам Которая является корнем всех зол Не сказано, что деньги корень всех зол Но любовь к ним Это любовь Господь, я никогда не думал об этом раньше Да Знаешь, страх Это искаженная вера Страх это вера в чью-то способность Повредить вам Или разрушить вас Страх это вера в смерть Но совершенная любовь Изгоняет страх Поэтому без любви Существует страх А когда есть страх Боже мой Аллилуйя Этот страх И есть Любовь к деньгам Да 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 Вот почему человек должен любить Бога Потому что если он не любит Бога Тогда деньги станут его господином Потому что это основано на страхе Потому что это основано на страхе Но любовь Божья удаляет страх Тогда деньги или богатства могут быть использованы для славы Божьей И в теле Христовом есть определенный страх перед богатством Я заметил это в течение лет Есть хорошие верующие, которые действительно любят Бога Они будут исповедовать, они будут говорить о богатстве немного Но они не будут настаивать на этом Они не станут стремиться Апостол Павел сказал, что мы должны стремиться Они не станут стремиться Потому что есть определенное количество страха Что они делают что-то неправильное Когда они открывают себя для откровения тайн Для понимания Для божественного контакта с Богом По поводу Его богатства Я видел, как люди нажимают на тормоза И они делают это из-за непонимания Божьей любви в этой сфере Они не распознают Божью любовь в этой сфере Любовь к ним Любовь к человечеству Любовь ко всему миру Поэтому они нажимают на тормоза Поскольку их разум сосредоточен на материальном барьере Они не понимают, что все это намного больше, чем материальные вещи Это относится к духовному миру, проявляющемуся на земле посредством богатства завета Да Поэтому есть страх Некоторые смотрят на нас сейчас, брат Копленд Есть страх Когда вы идете и говорите о богатстве Я заметил, что определенные люди морщатся, когда вы говорите о богатстве Потому что они не понимают всю цель или всю тайну богатства Потому что богатство Божье Точно так же, как и вера Божья Точно так же, как и любовь Божья Как и благодать Божья Как и милость Божья Как и дары Духа Точно так же, как и плод Духа Богатство Божье должно быть откровением от Бога через Духа Святого И когда ты говоришь о богатстве, есть помазание богатства Есть помазание переливания через край Есть помазание умножения Есть помазание роста, доступное телу Христову для выполнения работы Справедливо и то, что Бог хочет обеспечить и позаботиться о своих детях Позаботиться о них, чтобы они жили в изобилии Он сказал, я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком Поэтому, когда мы получаем откровение здесь, в Иоанна 14, 21 И я хочу поговорить об этом немного Кто имеет заповеди мои? Хорошо Прежде всего, человек должен быть наставлен У него должна быть некоторая информация У него должно быть откровение, понимание Что Божьи тайны могут быть поняты Когда человек подчиняет свой Дух Духу Святому И так он сказал, кто имеет заповеди мои и соблюдает их Не просто имеет их, но соблюдает их Тот любит меня Хорошо, этот человек настроился слушаться Бога Поэтому теперь этот человек в состоянии стать командующим богатством Завета Потому что он любит Бога И дальше говорится А кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом Моим И я возлюблю его и явлюсь ему сам Когда Иисус говорил о том, чтобы явить себя нам Естественно, он говорил о полном проявлении Он собирался проявить Завет Потому что он является Заветом Да, он является И когда он начал проявлять Завет То этот 22 стих говорит нам кое-что обо всей картине Иуда, не искариот, говорит ему Господи, что это, что ты хочешь явить себя нам, а не миру Как это так? Вы видите рождение свыше Когда Бог проявляет себя нам Но все остальные аспекты Завета приходят через проявление И когда приходит проявление Оно удаляет тайну Оно приходит через откровение И затем в 23 стихе говорится Иисус сказал ему в ответ Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое Видите, здесь установлен приоритет Соблюдение Слова Божьего И Отец Мой возлюбит Его И мы придем к Нему и обитель у Него сотворим Поэтому если Отец и Сын приходят и делают свою обитель у нас И если мы подчинимся Тогда Отец будет обеспечивать нашу жизнь И предоставлять свои блага Свое благословение Свое обетование Свое благоволение С определенной целью Потому что если мы соблюдаем заповедь из-за того, что любим Бога Тогда мы присоединяемся к цели Божьей Плану Божьему Программе Божьей Мы присоединены теперь к этому И Бог знает, что Он может доверять нам Как распорядителем и хранителем богатств Представляющим Его Чтобы выполнить Его поручения на земле Другими словами, когда Он сказал Аврааму Я благословлю тебя Я сделаю тебя благословением для всех народов земли Будь благословен Когда Бог видит, что вы любите Его И любите то, что Он стремится сделать для остального человечества Тогда Он знает, что Он может доверить вам свое богатство Тогда Он это знает Деньги Все богатство уже здесь Все имущество уже здесь Но имея божественное понимание того, как Бог работает Как Бог проявляется Как Бог делает возможным для вас ходить в этом богатстве Для меня, на протяжении тех сорока лет, которые я живу таким образом Да Ключевым вопросом является мотив Да Мое сердце Ваше сердце Проблема денег — это проблема сердца В духе вы в неправильном положении И это понимание Любовь к Богу Это должно быть на месте Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим Всем разумением твоим Всей силой твоей Всей крепостью твоей И когда вы влюбляетесь в Бога, тогда деньги не имеют значения Деньги приходят Он — это все Он — все, поэтому деньги придут к вам Мне не нужно бояться Что у меня их больше не будет, потому что не я заслуживаю это Да, верно Иисус заслужил это Точно Если кто-то и заслужил это, так это он Он заплатил цену Первое, знаешь, что действительно беспокоит меня в этом Ты говоришь о людях У которых есть боязнь этого Боязнь денег, боязнь богатства Боязнь принять это, боязнь управлять этим, боязнь отпустить Весь спектр страха, и вот что происходит Я говорю сейчас о хороших людях Я не говорю о мире Да Я говорю о людях, которые знают Бога Хороших людях Которые рождены свыше и любят эту церковь Они там, и они поддерживают тебя Верно Да Но у такого человека может быть хорошая работа Он благословлен хорошей работой Но на самом деле, год за годом Год за годом, это производило то, что хорошие люди Работающие усердно Страдают И много часов Делают безбожные компании богатыми Точно Я слышал, как Питер Дэниелс Великий финансист из Австралии И муж Божий Сказал следующее Я слышал, как он сказал следующее Христиане, тело Христово Было сырьем для нанимателей в безбожном мире В компаниях, управляемых нечестивыми людьми И использующих членов тела Христово, чтобы сделать себя богатыми И через 30 или 40 лет Просто выбросить их вон Выбросить их вон И это из-за непонимания завета Из-за религиозных идеалов Традиционных ценностей И отсутствие изучения того Что Бог в действительности сказал об этом Бог сказал Я позабочусь о вас Но большая часть тела Христова По богатству своему в славе Верно Не просто Я всего лишь дам немного еды для вашего стола Нет Да Как князья и цари В этом мире Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа Благословивший нас во Христе Всяким духовным благословением в небесах Итак, когда вы знаете, как двигаться и действовать в вере в любви Которая является духовным имуществом Вещи Божьи или богатства Божьи становятся вашим Чтобы использовать это для Его Царства И также для того, чтобы позаботиться о вас Это ставит вас в такое положение, когда вы способны принимать, верно? Да И когда вы в таком положении Вы движетесь вместе с Ним Знаешь, твои дети, мои дети Они все в служении вместе с нами Да У них те же самые цели Двое твоих сыновей сегодня здесь Да Эти молодые люди так хороши и сильны в Господе И они двигаются с той же целью Что и у тебя Делают то же самое, что делаешь ты Проповедуя то же послание, которое проповедуешь ты И их мотивы Родились Из твоих мотивов Они любят Бога У них есть доступ ко всему финансовому богатству твоего служения Чтобы приводить людей к спасению так же, как ты их приводишь к спасению Да Мои дети точно такие же Если бы у меня был ребенок, который отступил бы и ушел в мир То я бы любил его Это не изменило бы моей любви к нему Я бы делал все, что мог Я бы пошел так далеко, как только мог, чтобы прийти туда и достать его И вернуть его в тот же самый поток с Божьей любовью и той же самой целью, которая есть у Бога И той же самой целью, которая есть у этого служения Если они уходят в мир Берут от этого мира Делают все, что хотят И забывают Иисуса Забывают Царство Божье Забывают неспасенных Пусть идут в ад У меня тут привычка принимать наркотики Которые я должен потакать Лерой, при всей любви к ним Я не собираюсь покупать им их наркотики Они не будут использовать наши деньги Наши финансы Богатство этого служения Я не собираюсь поддерживать грех Я люблю их Я сделаю все, что смогу, чтобы вытащить их оттуда Но я не собираюсь покупать им выпивку Покупать им порнографию Я не собираюсь покупать им наркотики за Божьи деньги Это образ Отца Небесного, который так сильно возлюбил мир Но Он не собирается финансировать ваш страх Вот параллель Господь просто зажег это внутри меня Когда ты говорил о таком ребенке Или о одном из наших внуков Сбившемся с пути Что мы не можем и не собираемся поддерживать их привычки Нет, мы не можем Потому что это нечестиво Но Господь показал мне параллель, пока ты говорил Подобное происходит и с Его детьми Которые любят Его, но не позволяют Ему Да, это то, о чем я говорю, да? Понимаете, есть те, которые не ушли Есть дети в теле Христовом Божьи дети в теле Христовом, которые не сбились с пути Они не сбились с пути Но через свое неверие и сомнения в этой сфере Они не позволяют Отцу сделать для них то, что Он хочет для них сделать Разве это не соответствует тому, о чем Господь сказал в третьей главе Книги пророка Малахии Дерзостны предо мною слова ваши Точно Я не могу благословить вас Я не могу благословить вас Я не могу это сделать Дело не в том, что те люди не отдавали десятину Они отдавали десятину неправильно И то, что они давали Они давали с неправильным мотивом и неправильным отношением Знаешь, брат Копленд, Бог хочет собрать остаток людей в этот момент Я чувствую это в духе Чтобы они приняли от Него то, что Он приготовил для них в этой сфере Они, возможно, принимают от Бога во всех остальных сферах Но Богу нужен остаток людей, чтобы принять богатство Которое Он хочет принести на эту землю Чтобы они могли выполнить свое поручение Еще раз скажу Большинство верующих не сбились с пути Они не повернулись к Богу спиной Они любят Бога, прославляя и поклоняясь Ему Они отдают свои десятины Но они не открыли свои сердца до такой степени, в которой, как я верю, Бог работает с нами Чтобы получать от Него тайны и откровения Его богатства Чтобы Бог мог ясно донести свое послание на земле Понимаешь, о чем я говорю? Бог проявил себя для тела Христова во всех остальных сферах Но тело Христа не позволило Ему проявить себя в этой Из-за сопротивления Из-за невежества Из-за недостатка знания Из-за ошибочного учения Я постоянно подчеркиваю это Потому что если человек остается на своей дорожке Ты говорил мне об этом Брат Робертс говорил мне об этом Брат Хейгин говорил мне об этом Оставайся на своей дорожке Если человек остается на своей дорожке Другими словами, в том, что Бог сказал ему делать То такой человек может дойти до совершенства в том, что Бог сказал ему делать Поэтому Бог призвал различных людей в теле Христовом, чтобы иметь дело с определенными аспектами Я так много думаю о богатстве для тела Христова, потому что я смотрел за завесу В моменты, проведенные с Богом, божественные моменты Бог донес до меня важность этого послания Которое я не должен перестать проповедовать В котором я должен продолжать двигаться Это может выглядеть так, словно это кто-то другой Сказал он мне Но это послание должно быть донесено до тела Христова И разбираясь с этими девятью реальностями понимания богатства завета Я пришел к фактору умножения И тогда Господь проговорил ко мне о помазании умножения Помазание, чтобы умножать Которому вы подчиняетесь, как и другим помазаниям И я написал здесь, когда дело доходит до фактора умножения Помазание, умножение Я написал слово неограниченный Мы должны перестать ограничивать Бога Мы должны перестать ограничивать то, что Бог может сделать через нас Я помню, как Дух Божий проговорил ко мне, когда я готовился сюда приехать Мы должны перестать ограничивать то, что Бог может сделать через нас И когда мы отвергаем или сопротивляемся Или отговариваем себя быть командующими богатством завета Потому что, как у детей Божьих, на основании наших отношений с Богом мы имеем право это делать Тогда мы останавливаем Бога Мы ограничиваем Бога в том, что Он может сделать через нас Мы возвращаемся к тем работам, которые делают богатыми людей мира Есть много людей в теле Христовом, через которых Бог хочет действовать Но у них нет денег И у них нет денег, потому что они не дали помазанию возможность действовать Есть помазнем на Жене Когда ты говорил об этом, я подумал вот о чем Вот есть хороший человек, который усердно работает Работает на другую компанию Он должно быть способный человек Иначе бы ему не платили, чтобы он работал у них Но в своем мышлении Все, о чем он думает И для чего использует свою творческую мощь разума И духовную силу творить Это лишь на то, что он делает день за днем День за днем Чтобы не потерять эту работу Вместо того, чтобы уделить время Богу и сказать Отец, я доступен для тебя сейчас Помоги мне мечтать Помоги мне иметь твое видение для меня Помоги мне мечтать о том, что ты приготовил для меня Если вы начнете так делать, вам лучше быть внимательными Бог даст вам идею компании Он даст вам что-то, что будет казаться вам настолько диким Да Но если вы последуете за ним Не пройдет много времени И у вас будет своя компания, делающая то, о чем вы мечтали Вместо того, чтобы вам страдать день за днем День за днем Знаешь, что произошло, Брат Копленд? Мир хитростью заставил верующего верить Что Бог не может позаботиться о нем И не может восполнить его нужды Абсолютно верно И что они? Не может или не хочет Да, верно И верующие не следуют Божьему направлению из-за страха Особенно в этой сфере Мне нужно делать это Мне нужно делать то Они думают, что все зависит от ученой степени От образования И они не учли помазание Помазание это то, что уничтожает ярмо и снимает бремя Лерой Помазание это то, из чего сделаны мечты И Бог вложил внутрь рожденного свыше чада Божьего помазание мечтать его собственными мечтами И иметь способность шагнуть в такие сферы, в которые страх никогда не пойдет Да, я знаю это Когда Петр шагнул из той лодки Вам нужно войти из лодки Да И Петр шел не по воде Было что-то между ступнями Петра и водой Слово Божье Аминь, слава Что мы будем рассматривать из Слово Божье? 102 Псалом 102 Псалом Да Мы говорим о том, чтобы становиться командующим богатством Завета Есть урок Которому Господь научил меня о пророческом наставлении Я увидел тенденцию того, как Бог использовал людей в сфере пророчества В служении пророка Давая людям откровения о своем богатстве И есть три важные вещи, которые человек должен понять Если он собирается ходить в Откровении и Завете Божьем Сначала Бог открыл себя Затем Он открыл свои цели Затем Он открыл свои пути И этот конкретный стих, который мы рассмотрим в 102 Псалме Действительно принес изменения в мою жизнь Подожди, скажи это еще раз Я должен записать это Сначала Бог открыл себя Свои цели И свои пути Эти три важные вещи Когда Бог начинает открывать себя, Он собирается открыть себя А затем... Лерой, это уже откровение Да, это сильно Это сильно И это также идет по порядку Да Вы не узнаете цели Божьей, если вы не знаете Его Да И вы не узнаете Его, если вы не ходите в любви и не проводите некое время Да, именно об этом мы и говорим Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди И здесь в 102 Псалме, брат Коупленд, в 7 стихе говорится Он показал пути Своим Моисею Сынам Израилевым Дела Свои Я читал это однажды, и Господь проговорил ко мне и сказал Мои пути и Мои дела различаются Я сказал, что ты имеешь в виду, Господь? Он сказал, когда человек научится моим путям Тогда он сможет двигаться и действовать в моих делах Видите, он сказал Я показал мои пути Он сделал известными свои пути Моисею И Моисей через знания Божьих путей смог научить их Детей Израиля Божьим делам И именно тогда проявление начало происходить И когда я увидел это, то подумал о пророческих наставлениях во всех писаниях Как Бог использовал людей в процессе Как, например, Иосифата В 20 главе 2 книги Паралипоменон Против него выступили 5 армий Он молился и постился Он созвал общую молитву Затем он наконец пришел к тому, что Господь, я не знаю, что делать Но я устремляю свой взор на тебя Когда он сказал это, Бог коснулся пророка И пророк сказал ему Битва не ваша, она Господня Это дало ему некоторое духовное наставление о том, как поклоняться Богу Как прославлять Бога Как вступать в битву, поклоняясь И поступая так, он получил пророческое наставление Получив пророческое наставление во 2 книге Паралипоменон 20.20 Иосифат сказал Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды Верьте пророкам его И будет успех вам Он сказал это своим людям И они сделали то, что он сказал им делать И затем вы видите во 2 книге Паралипоменон 20.25 Что они захватили столько добычи, что даже не могли ее унести Богатство и изобилие Они не могли это унести Нужно научиться принимать пророческий прорыв Люди должны уважать служителей И помазание, которое на этих служителях Это повторяется снова и снова Господь сказал Моисею и дал ему божественные инструкции, чтобы передать народу израильскому Они были в нищете, они были рабами Он сказал им пойти и взять в долг у своих хозяев Когда он вывел их, то среди них не было ни одного нищего Они были богаты, они были миллионерами Потому что Бог дал пророку божественные инструкции Они послушались Иногда наставление от пророка является проблемой для вашего естественного разума Но если вы остаетесь в духе Тогда эти божественные инструкции приведут вас в такое место Это начинает раскрываться, верно? Вы движетесь верой, шаг за шагом И через какое-то время вы начинаете видеть, куда вы идете Да Во второй книге Параллепоменон 20.20 Иосафат дал наставление И я записал следующее Бог сказал, что если вы верите его пророкам Вы будете процветать И затем я записал Внимательно смотри на этот стих И на то, о чем говорится в Матфея 10.41 Потому что это та сфера, о которой очень немногие хотят учить Поскольку они думают, что это формирует в людях определенный образ того Что они должны уповать на людей Но в Писании Бог изложил некоторые направления Не следуя которым мы многое пропустим И прежде чем человек становится командующим богатством Завета Он должен знать Что у Бога есть различные пути того, как сделать вас способными увидеть Его Услышать и понять Его Что Он делает в данный момент времени И очень часто Он использует людей Он использует различные способы Матфея 10.41 Я думаю, что нам лучше открыть это местописание Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника Я заметил, что пять армий выступали против Иосафата и народа израильского Но они поверили пророку и получили награду пророка У них не было никакого шанса победить в том сражении И уж точно они не могли в результате этого стать богатыми Верно, да Но слово, которое Бог послал через пророка И в Писании вы можете видеть это снова и снова Иисус был пророком Но вы можете увидеть, что... И Он также называл Себя пророком Да, Он действовал во всех пяти дарах пятигранного служения Он сказал Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве Своем Он называл Себя пророком И затем помните вдову, которой Бог повелел кормить пророка Илью? На самом деле Он приказал пророку кормить ее Но когда этот пророк пришел к вдове и сказал «Пойди, сделай мне лепешку» Мы знаем, что там произошло Мука у нее не заканчивалась, катка не опустошалась Сверхъестественное богатство продолжало приходить в эту катку И также случай с той женщиной, у которой был долг Ее муж, служитель умер И у нее хотели забрать детей, но она получила слово У нее было лишнемногая Илья в сосуде Она получила слово от пророка И когда она получила слово, этот Елей поддержал ее Она сделала то, что Он сказал за предверь Она сделала то, что Он ей сказал и пришло правильное Верой, она не только знала, как действовать Но так как вера приходит от слышания От слышания, от слова Божьего То у нее была вера, чтобы сделать это Да Она была послушна тому, что услышала Я сделаю все, что ты скажешь Да Мать Иисуса сказала Все, что Он скажет вам, сделайте Лерой, есть кое-что, что горит внутри меня сейчас И для меня это показатель Что мы должны коснуться этого прежде, чем мы пойдем дальше Потому что если мы этого не сделаем, то многие люди упустят следующий шаг Что бы мы дальше ни говорили Это значит, что та поместная церковь В которую вы ходите Является определяющим аспектом Да Если вы пытаетесь использовать веру, чтобы верить Богу об исцелении Или созидаете веру в том, чтобы принять ваше финансовое место в Боге И если вы движетесь в этом И идете в церковь, которая либо не верит в это Либо проповедует против этого То это разрушительно Одно слово, сказанное в помазании, может изменить вашу судьбу Оно может И тело Христова должно понять Что Бог помазал определенных мужей и жен Божьих для конкретной работы И когда это слово касается вас Когда это слово попадает в вас Тогда оно приносит с собой результаты всего проявления Которое Бог пытался принести вам Я верю всем сердцем Зная тебя много лет Зная твою церковь То, что ты делаешь Зная, что там происходит Я верю, что это одна из причин Почему Бог призвал построить эту церковь Вдали от всего Любой, кто идет в церковь, в которой ты являешься пастором Должен принять решение Поехать туда Потому что там Больше нет ничего другого Вы должны решить Я поеду в церковь, в которой брат Лерой является пастором В городе Деррел, штат Луизиана В городе Деррел больше нет ничего другого Некоторые из них проезжают более 160 километров Да, им необходимо проявить желание Им необходимо применить послушание Им необходимо применить веру И это создает сильное Мотивированное верой собрание Да Потому что в твоем собрании немного местных людей К вам не приходит 500 человек Просто из-за того, что Ну, я посмотрю, что там Может быть, есть несколько таких человек Но не очень много Они приезжают целенаправленно Да, им приходится ехать целенаправленно Это поместное собрание Твоя духовная кровь и жизнь Самым сильным служением на земле Должна быть поместная церковь Да И ваш служитель, муж Божий или жена Божья Когда они открывают свои уста То в их устах есть слово от Бога для вас Вот почему так важно, чтобы мы учились Посмотрите в Библии И вы увидите, как много раз человек был на грани катастрофы Или разрушения Но из-за того, что человек Божий приходил со словом от Бога Это разворачивало ту ситуацию на 180 градусов Леро, это происходило и в моей жизни Снова, снова и снова Вам нужно сейчас это понять Послушайте мне внимательно Когда мы были в служении Особенно в ранние дни этого служения Но сегодня это верно так же, как и тогда Да, вам лучше держаться за это Вы прикладываете усилия Вы отдаете все Слово Божье Которое вы можете вложить в себя Вы отдаете его, служа людям Постоянно Все время в борьбе с дьяволом и каждым бесом из ада И вы двигаетесь в служении Делая это И наконец приходит время Когда вы просто выжаты Когда мы с Глорией, еле волоча ноги Приходили на семинар брата Хейгена Да Так? Да Словно на шее у меня висело наковальне Да Понимаешь? Да Еле приходили туда И не проходило и 15 минут первой проповеди Которую он проповедовал И вот Это приходит Это пророческое помазание Это сильно Это пророческое помазание Это сильно Я много раз сидел и слушал брата Хейгена Это пророческое помазание Сильное помазание И оно выполнит работу И все, что он делал Он проповедовал Слово Божье Да Конечно же, пророчество может быть высказано в такой атмосфере. Да. Но то, что служило мне, это когда он проповедовал и учил Слово Божьему так же, как это делаешь ты, я, как это делает помазанный пастор. Он проповедовал и прямо посреди всего этого. Когда моя вера начинала подниматься, ко мне приходило Слово от Господа, относящееся к той ситуации, которая, как казалось, никак не была связана с тем, о чем он проповедовал. Да, это помазание начинает действовать. Но я думал, вот ответ на это. Да. Да. Я мог бы остаться дома и сказать, у меня нет времени ехать на эти собрания и проводить там неделю. У меня слишком много проблем. Я должен остаться и молиться. Я должен искать Бога. И вы бы потратили неделю там, находясь в том же самом измотанном состоянии, в котором вы были, когда она началась, и знали бы не больше, чем вы знали за неделю до этого. Вы приезжаете туда и попадаете в эту помазанную атмосферу, находясь в совместном помазании с другими верующими. И Слово Божье начинает проповедоваться, вы не пробудете там и трех часов, как с вами начнет что-то происходить. Верно? Да. Нет никакого различия между этим и тем. Когда та женщина пришла к пророку, и мука в катке не истощалась, или пришла к пророку и получила своего сына воскрешем из мертвых. Нет совсем никакого различия между этими двумя ситуациями. Если вы следуете пророческим наставлениям, которые приходят от Бога, то произойдет сверхъестественное проявление. Это местописание. Он показал пути своей Моисею, сынам Израилевым, дела свои. Я помню, как Господь дал мне откровение об этом. Он сказал, мои пути и мои дела, это не одно и то же. Он сказал, я показал мои пути моему человеку. Он донес их им. Они поступили так, как он сказал от моего имени поступить, и тогда я смог дать свое проявление. Поэтому я снова хочу подчеркнуть эти три вещи, изучая тему, становясь командующим богатством завета. У вас должно быть откровение от Бога о том, как сильно Бог любит вас, и как сильно Бог доверяет вам, и как сильно Бог хочет, чтобы вы действовали. И затем Бог открывает свою цель. Когда вы узнаете и понимаете цель всего, приходящего от Бога, а мы говорим о богатстве, о цели умножения, о цели изобилия, то цель переливания через край от Бога — это Его царство и исполнение Его завета. Нет различия между этим и целью для исцеления. Здоровое тело для того, чтобы служить Богу и Его цели. Да. Да, точно. Вот о чем я говорю. И это то, что тело Христово должно понять, прежде чем произойдет переход богатства. В 2005 году я говорю об аспекте перехода богатства. Изучая Писание, я увидел, что всякий раз переход богатства происходил, когда все вокруг было плохо. Да, я никогда об этом не думал, но это совершенно верно. Во второй половине 2005 года начали происходить ужасные события. Это было в 2005. У нас был голод, потоп, пожары, птичий грипп, всевозможные вещи. Люди умирали от всего. Да. Взрывались бомбы. В один день взорвали три гостиницы. Молодой человек вошел и застрелил трех учителей в один день. Ураган Катрина. Ураган Рита. Миссисипи затопило. Новый Орлеан затопило. Я живу в 100 километрах от Нового Орлеана. Его затопило. Мы говорили раньше на этих передачах, что через этот потоп вскрылась проблема бедности, проблема нищеты. Поэтому тело Христово должно услышать это послание, потому что я верю всем сердцем, что послание о финансах — это послание последнего времени в теле Христовом. Вы скажете «финансы», «деньги» и «последнее время»? Да. Из-за того поручения, которое с ними связано. Я думаю, что когда тело Христово признает этот факт, то сможет подчинить себя всему полному проявлению завета, чтобы мы могли выполнить работу. И Иисус возвращается. Я слышал, как ты говорил это снова и снова. Кажется, это твоя мама часто говорила тебе, «Иисус придет сегодня». И ты спрашивал мама, «Почему Иисус не пришел сегодня?» «Он придет сегодня». Она продолжала говорить тебе, что Он придет сегодня. «Ожидание возвращения Иисуса», но все знамения уже есть здесь. Да. Я думаю, что у нас будет множество пророческих посланий и много откровений от Бога, благодарения Богу за все эти послания. Лерой, подумай о том, что должно произойти. И я верю, что это произойдет. Я верю, что это происходит прямо сейчас. Подумай о том, что произошло бы, если бы один миллион верующих... И это не очень много. Один миллион детей Божьих, мужей и жен Божьих, ходящих в сильные, созидающие веру, проповедующие веру, мощные церкви. Миллион. Миллион. Открыли бы свою веру, и поверили Богу, и позволили бы Богу поместить их в сферу бизнеса. И их бизнес просто бы сверхъестественно разросся. И вот есть бизнес. Глава этого бизнеса контролирует финансы. И глава тела Христова управляет этим мужчиной или этой женщиной. Знаешь, что миллион мужей и жен веры в своем собственном бизнесе может сделать для завоевания душ по всему миру? Да. Вот что я услышал, пока ты говорил. Да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Как на небе. Верно. Живя под господством Иисуса Христа и в возможностях Царства Божьего, и тогда мы можем выполнить работу. Выполнить работу. Я должен это сказать. На мне есть помазание, чтобы сказать это. Если Бог призывает вас проповедовать, то кто вы такой, чтобы говорить «нет»? Это ужасный поступок, на мой взгляд. Я поступал так, и я знаю, как это ужасно. Это грех. Да. Если Бог призывает вас проповедовать, ну, я просто не могу оставить мою работу в собачьем питомнике. Но когда люди непослушны Его призванию идти в сферу бизнеса, то это точно так же плохо, это точно такая же большая проблема, как и непослушание Его призванию идти в служение. Нет никакого различия. Все равно призвание. Это призвание. Если вы непослушны этому призванию, вам лучше встать на колени прямо сейчас и попросить у Бога прощения. Ну, я не представляю, как я вообще смогу сделать это, брат Копланд. У меня нет ни образования, ни денег. Ну и что? Это не имеет никакого значения. Бог достаточно умен, достаточно богат, и у Него есть сила. Он ищет кого-то, кто будет Ему послушен, кто пойдет и сделает то, что Ему нужно. Да. И затем вы пожинаете преимущество этого, но телу Христову будет преимущество от всего этого, и от проповедника, и от человека в бизнесе. Аллилуйя. Моше время подошло к концу, но я должен закончить эту мысль. Если Бог создал двух человек, Он создал коммерцию, Он создал бизнес, то между этими двумя людьми должны быть коммерческие отношения, чтобы все их нужды были восполнены. Но между ними должен быть и священник. Да. Иначе вмешается дьявол, и эти двое превратятся в воров. У них не будет божественного направления. Божественного направления. Есть представитель Божий и есть правильный бизнес. И Бог призывает пастыров быть пастырами для целых компаний людей. Слава Богу. Я помню, как брат Хейген пророчествовал о 2003, 2004, 2005 и 2006 годах. Да, я помню это. И каждый из них оказался в точности таким, каким Дух Божий говорил, что он будет. И когда он увидел 2006, все, что он мог сказать, было... И он сказал... Знаете, в Библии говорится об откровениях, о которых нельзя говорить. Да. Вы просто не можете высказать их. Он сказал, если бы я сказал вам, что произойдет в 2006, вы не смогли бы в это поверить. Я думал, что я могу поверить во все. Но я увидел то, о чем он говорил. Я начал видеть это с середины 2005 года. И мы испытали это. Это пришло. Да, это было излияние Духа Божьего. По мере того, как зло идет вперед, Бог будет изливать свой Дух в более сильной мере. Тело Христово и верующие должны понять, что наша вера станет сильнее. Наше помазание станет сильнее. Наша любовь к Божьим делам станет сильнее. Часто мы смотрим на негативную, пессимистическую сторону того, что происходит. Но есть позитивная и оптимистическая сторона в теле Христовом. Христиане станут сильнее. Те, кто сильны, будут совершать великие дела. Бог будет сильно проявлять себя через тех, кто любит Его и ходит с Ним верой. Поэтому все становится хуже и хуже здесь. Но все будет становиться лучше и лучше вот тут. Да. Потому что Божье Слово восторжествует. Будет победа в Духе для Божьих детей. И Он уже сказал определенные вещи, которые произойдут, и они происходят. И когда они происходят, то мы настолько возросли, что можем простереться туда, где бушуют эти катастрофы, и просто вырвать их оттуда и перенести в славу. Это произошло после тех ураганов. Есть люди, которые приехали в этот район, в Форт-Уорте, ища убежище от этого. И многие из них в церкви. И мы слышали следующее. Слава Богу! Аллилуйя! Я свободен! Да. Да. Они жили под гнетом этой тьмы и рабства и нищеты. Посреди всего этого и выбрались из этого. И одна женщина сказала, «Я не забираюсь возвращаться в тот беспорядок снова». Это было своего рода освобождением. Да, верно. Многие не станут говорить об этом, но это было своего рода освобождением. Эти люди видят другую жизнь, и церковь выступила вперед. Да, она выступила. Ты поддерживал. Ты послал деньги в мое служение, чтобы мы могли помогать, потому что я живу в той местности. И в церковь мне сказали, что мы вложили тысячи и десятки тысяч долларов в жизни людей. Мы послали их в различные места, часть Джорджио, часть Южную Каролину. У нас не было никакой возможности поехать туда. Люди были на улице, им негде было жить. Поэтому церковь выступила на передний план во многих ситуациях. И мы показали людям, что Бог есть любовь. Когда церковь выходит вперед, она показывает Божью любовь. Да. Лерой, то же самое произошло и после цунами, в декабре 2004 года. Это был тяжелейший регион на земле. Насколько я знаю, что касается гонений против христиан и их церквей. Их убивали, изжигали их церкви. Да. И тяжесть греха может стать настолько сильной в любом конкретном месте, что это в действительности повреждает землю и ее структуру. И это произошло там. Писание говорится об этом в нескольких местах. В 8 главе Римлянам сказано, что все творение стенает и мучается, ожидая проявления. И возмездие за грех смерти. Смерть. Это тяжесть, это возмездие. И когда это прорывает, происходит просто хаос. Но Бог совершил и защитил своих людей в этом цунами. Да. Единственное здание, которое осталось стоять, это церкви. И благодарение Богу, что они были полны любви Божьей, и мы смогли передать туда финансы и помочь людям. И когда они это сделали, люди, которые их преследовали, пришли в церковь, чтобы получить еду и выжить. Да. Да. И они были полны любви в этом. Они не сказали, нет, вы убивали и причиняли нам вред, теперь мы причиним вам вред. Нет, они сказали, приходите, у нас есть достаточно еды. И один пастор, о котором я сейчас думаю, поставил множество палаток. Он сказал, у меня есть место для вас, где жить. Приходите. Пока они отстроят ваши дома. Это любовь Божьей. Это человек, который стоял там, мусульманин. Слезы текли по его щекам. И он говорил, Боже мой, Боже мой. Эти люди полны любви. Вот, какими мы должны быть. И вы увидите больше этого. Знаете, это не пророчество бедствия, но определенные вещи происходят. Вот почему церковь должна занять такое место, в котором она компетентна и способна сделать то, что она должна сделать тогда, когда это нужно делать. Это духовный факт. Лучше не станет до тех пор, пока все не закончится. Все катится вниз, как на санках, но мы поднимаемся вверх. Да. Как ты сказал, это становится хуже, но мы становимся сильнее. Становится темнее, но мы становимся светлее. Именно это то, что делает Бог. В третьей главе моей книги, становясь командующим богатством Завета, Господь положил мне на сердце следующее. Когда вы определите свое место, тогда вам легко определить место богатства Завета. Состояние каждого человека в теле Христовом таково, что человек может вместить лишь самого себя. Они не могут вместить Бога. Они не могут вместить Церковь. Они не могут вместить Завет. Они не могут вместить Библию. Им нужно найти себя. Что удерживает меня от того, чтобы позволить Божьему обеспечению проявить себя в моей жизни, чтобы я мог быть благословлен, чтобы я смог стать благословением, чтобы я мог позаботиться о том, чтобы все семьи на земле были благословлены? Бог не лицеприятен. Да, и это началось с Завета Богатства, о котором он говорил Аврааму в 12 главе Бытия. У Бога есть четыре или пять целей для высвобождения Его Завета Богатства в жизни верующего. И второзаконие 8.18 опять же утвердило тот факт, что Бог дал нам силу приобретать богатство, чтобы Он мог утвердить Свой Завет на земле. И затем я записал, у нас есть Завет Богатства. Это утверждено. 111 Псалом утвердил это. В притчах 13.22 говорится, «Богатство грешника сберегается для праведного», и так далее, и так далее. Библия говорит о том, что у богатства в жизни верующего есть миссия. Но вот второе, что я записал. Бог хочет, чтобы мы ходили в нашем Завете. И Дух Божий повел меня к этому стиху. Псалом 77.10. В Псалме 77.10 сказано, «Они не сохранили Завета Божия и отреклись ходить в законе Его». «Они не сохранили Завета Божия и отреклись ходить в законе Его. И затем ты показал мне, когда я говорил с тобой об этом стихе, потому что ты продолжил и прочел следующий стих». И моя жена всегда говорит, «Следующий стих, следующий стих». Забыли дела Его. Забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. И вот что происходит, когда человек не ходит в Завете Божьем, не исполняет Божий Завет и отказывается ходить в Его законе. Такие люди забывают Божьи дела. Они забывают Его чудеса, забывают Его знамения, забывают Его обеспечения, забывают Его благость, забывают Его изобилие, которое он хотел, чтобы они имели. Это приводит вас к состоянию безнадежности, когда вы так поступаете. И неважно, кто вы, но в своей жизни вы придете к такому моменту, где вам понадобится чудо, чтобы идти дальше. И если вы не помните Его дела... Знаешь, ты кое-что затронул Брат Копленд. Когда ты это сказал, это было очень сильно. Я знаю лично, потому что проводил вопросы, путешествуя по стране, что многие верующие финансово безнадежны. Они страдают. Все еще живут от зарплаты до зарплаты. У некоторых из них даже нет зарплаты. Но вы не должны зависеть от зарплаты. Прямо здесь для вас есть завет. Это послание так важно, потому что оно относится к людям, которые спасены, подготовлены, развиты и высланы на дело служения. Все это включено в это послание. Желание моего сердца, все, что я могу делать, это доверять Духу Святому, чтобы Он открыл мой мотив, или мотивы людей, которые несут это послание. Мотивом являются не деньги, не материальные вещи, а мотивом является миссия. И тело Христово — это категория людей, до которой сложнее всего достучаться. Это не исповедание, но просто наблюдение, что они не станут двигаться в этой сфере и упускают эту часть завета. С другой стороны, Господь сказал в Висайе 1.19, «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Знаешь ли, Рой, это настолько верно. Я просто сидел и размышлял, когда ты говорил об этом, что сам был в таком безнадежном финансовом положении. Я тоже. Я был там, ты тоже. Я был там. Я настолько глубоко погряз в долгах, и не было никакого способа выплатить их. И, конечно же, я ничего об этом не сказал Глории, когда мы поженились. Я не собирался говорить ей о том, что был в такой большой проблеме. То же самое. И она сказала, «Ты, должно быть, и на трехколесный велосипед брал деньги в долг, чтобы в таком молодом возрасте оказаться в таких долгах, какие невозможно выплатить». Я глядываю сейчас назад. Я теперь знаю, что бы я делал. Я не знал этого тогда. Но зная то, что я знаю сейчас, я бы не гонялся за работой, я бы не искал человека с деньгами, я бы искал себе церковь и пастора, который бы знал процветание, знал бы, как верить в это, знал бы, как ходить в этом. Аллилуйя. Я бы поехал в ту церковь, даже если бы мне пришлось спать на крыльце этой церкви, некуда было бы пойти. Точно. Потому что я мог бы попасть туда и оказаться в той атмосфере и помазание процветания Божьего, которое на той церкви сошло бы на меня. Да. И когда я, наконец, это сделал, я выбрал союз долгов за 11 месяцев. Да. Я не имел ни малейшего представления, что я делал. Не заняло много времени. Бог просто... Лерой. Ты говоришь о том, чтобы определить свое место. Именно об этом. Когда ты определил свое место, тогда легко определить место богатства завета. Ты просто высказал это. Когда я понял, это была моя проблема, то, что делал я. Я сам себе создавал проблемы, и это был недостаток знаний. Это не дьявол. Это не Бог, не семейное наследие. Это ты не подчинялся духу живого Бога. Да. Я выбрался из этого точно так же. Когда я узнал... Да. ...я свободен. Поэтому не важно, какой у вас цвет кожи, не важно, откуда вы. Не имеет никакого значения. Это в мире духа. Не важно, откуда вы, где вы. Вы все еще там, и вы являетесь вашей проблемой. Да, точно. И когда вы осознаете это, и вы начинаете говорить... Вы выходите на свободу. Я не приятен. Вы выходите. Проблема во мне. Вы выходите на свободу. Да. Важно, чтобы изменился я, ни она, ни он. И когда я, наконец, оказался в этой атмосфере, оказался в том, к чему Бог меня призывал, то это изменилось за 11 месяцев. Верно. То же самое произошло и со мной. Когда ты говорил, я услышал это слово, и я верю, что оно от Духа Божьего. Долг мира засосал вас, но это помазание, под которым вы сегодня находитесь, собирается вырвать вас. Слава Богу. Я вижу это. Я чувствую это. Да, я знаю. Когда это помазание, когда процветание или это помазание сталкивается с мирским долгом или долгом из тьмы, Библия говорит, что Бог сделает вас взаимодавцем, а не должником. И когда мы узнали, когда мы определили свое место, что мы являлись проблемой, не Бог, не дьявол, не система, что мы можем жить над системой через откровение и просвещение, и через понимание тайн, и через подчинение Богу, и через следование Божьим принципам, мы вырвались на свободу. Но есть люди, которые пытаются следовать Божьим принципам, слушая нас, и они действительно любят Бога. Мы говорили ранее на передачах о страхе. Я думаю, мы разобрались с этим достаточно ясно, чтобы убрать страх из их жизни. Но сейчас Дух Божий, и я никогда такого не слышал, долг мира засосал вас, но помазание собирается вырвать вас. Слава Богу, Лерой, это прямо от престола Божьего. Многие, кто нас сейчас слушает, Брат Коупленд, сверхъестественно выбираются из долгов. Сверху, нам с Глорией в 1967 году понадобилось 11 месяцев, чтобы выбраться из долгов. Но сегодняшний духовный поток, я верю, помог бы нам выбраться из долгов за 11 недель вместо 11 месяцев. Настолько больше информации, откровения, и вопрос не в том, что этого не было тогда. Это открыто. И тогда это было открыто. Просто у служителей есть тенденция бояться проповедовать это. Да. Понимаешь, о чем я говорю? Да. Я даже обнаружил много такого, когда я начал проповедовать об этом 5 или 6 лет назад. Это все еще там. У служителей есть такая тенденция, потому что они не понимают. Они кривятся от этого послания. Но это послание как раз является тем, что им нужно для выполнения их поручения. И они хорошие братья. И это хорошая церкви. Знаешь, я заказал орехокол. У моего отца был такой, который снимал всю скорлупу с грецкого ореха. Это была старая конструкция. Ты вкладываешь грецкий орех в маленькое углубление, это похоже на накидной ключ, и раскалываешь его, и он трескается, и ты просто снимаешь всю скорлупу. Она раскалывается, и вот у тебя мякоть ореха, понимаешь? Я верю, что перед нами сейчас есть несколько грецких орехов. Мы раскалываем это, не по чуть-чуть, но они получают всю мякоть ореха. Есть братья, которые подчиняются, целые церкви, которые подчиняются. Сейчас есть остаток людей, которые достаточно открыты, чтобы позволить этому прийти. Поэтому мы не откажемся ходить в Божьих законах и в этом аспекте Завета. И я сейчас проповедую из книги, которая называется «Становясь командующим богатством Завета». И нам понадобятся командующие, потому что это будет всего лишь остаток. Это будет остаток. Да. Это будет весомое завершение. Бог завершит это весомым образом. Те, которые подчиняются, которые уважают, которые почитают Божье Слово соответственно, будут весомыми. Знаешь, Лерой, за последние 25-30 лет всего 20% тела Христова оплачивало 90% счетов евангелизации. 20%? 20% тела Христова оплачивало 90% счетов. И не только это. Мы не только оплачиваем 90% счетов, но мы оплачиваем почти всю цену роста тела Христова, и оно становится больше и больше, и больше, и больше. Да. Да. Поэтому счетов сейчас больше, чем раньше. Да. Я не говорю об этом пренебрежительно, потому что, независимо от того, что я думаю, это будет продолжаться таким образом. Вот о чем ты говоришь. Но Бог призывает финансовую армию прийти и нести на руках остальных, если это потребуется. И вы можете пойти на небо и быть настолько нищим, что не сможете платить даже взаимностью. Но дело в том, что вы не можете быть нищим и завоевывать миллиарды душ. Никак. И нам нужно совершить эту работу. И это то, что Бог сказал мне около трех лет назад. Я поднимаю финансовую армию. Вот что это такое. Людей, мужей и жен Божьих, которые действительно готовы сражаться добрым подвигом веры, чтобы увидеть высвобождение этого аспекта завета. Я недавно говорил тебе, я молился об этом некоторое время, и это то, что он поднимает. Он поднимает их, потому что эти 20% по статистике держались много-много лет. И поэтому я говорю такие вещи, как «У вас внутри есть статус миллионера». Да. Я сделал такое заявление, Господь дал мне такое утверждение. Но сразу же после этого он добавил, «Я не сказал, что каждый будет миллионером, но у каждого верующего внутри есть статус миллионера. Однако они не примут это». Поэтому он сделает тех, кто действительно внимателен ко всем последствиям аспекта богатства и у которых нет узкого видения о богатстве, так как у вас может быть узкое видение богатства. И вы думаете о материальных вещах и огорчены из-за того, что кто-то благословлен, живет в хорошем доме или имеет хорошую машину, и вы огорчаетесь. То, что вы презираете, к вам не придет. Да. То, что вы презираете, к вам не придет. И тело Христово должно научиться тому, что богатые люди — это не плохие люди. Из-за того, что люди богаты, мы традиционно вешаем на них ярлык плохих, словно они украли что-то у кого-то. И если бы у него не было так много, у меня было бы мое. Нет, ваше по-прежнему существует для вас. Но вам нужно определить свое место и ходить в обеспечении, которое есть для вас у Бога. Я пометил кое-что, когда ты говорил. Я выписал это из примечания моей Библии. Неблагодарность за обеспечение. Да. Это то, что мы имеем. Да. Вот что. Тело Христово. Вы слышите меня? Прямо в сноске этой Библии мы читаем возле этого, 87-го псалма, Бог сделал все эти вещи с 9 по 16 стихи для детей Израиля. И они начали плакать и жаловаться. И это неблагодарность. Когда вы не позволяете вашему духу вести вас туда, куда Бог хочет привести вас, тогда это является неблагодарностью за кровь Иисуса. Это является неблагодарностью за то, что Он сделал. И Бог сказал ясно во 2 Коринфянам 8-9, что Иисус умер также из-за этого аспекта нашей жизни. Да. Он обнищал, чтобы мы обогатились или стали богаты. И когда Он говорил об этом, Он не говорил обожертвовании. Есть не больше трех вещей, о которых можно проповедовать из каждого завета. Вторая смерть и освобождение, болезни, немощи, исцеление, нищета и богатства, освобождение. Всего три вещи. Я не знаю, как мы могли выбросить это. Я не знаю, что произошло. Я знаю, что это от дьявола. Я знаю, что есть великие мужи Божьи, которые проповедуют обо всем. Но когда они приходят к этому, к деньгам, они нажимают на тормоза. Ты можешь видеть это. Великие мужи Божьи. Первой большой победой дьявола было то, что он отделил тело Христова от еврейского народа. И, сделав это, он отделил их от Ветхого Завета. Поэтому у нас не было знания о том, каков Бог или кем Он был. И мы приходим к Новому Завету. И тело Христова допустило всякие языческие идеи и обеты бедности, и всякие вещи, которых совсем не было в Новом Завете. И в послании к Галатам 3.13 говорится, «Христос искупил нас от клятвы или проклятия законов». Нам нужно было вернуть это, и это вернулось. Даже в Деяниях Апостолов. В ранней церкви они отделились от еврейского народа. Поэтому постепенно исчезло учение о богатстве Авраама, Исаака, Иакова, Иаиля, Соломона, Давида, Эсфири и так далее, Ноя. Они ничего не знали о них, никогда не слышали о них. Языческие христиане на ходу начали придумывать христианство из всевозможных странных идей. Но они уничтожали Завет. Завет в этой сфере богатства, и вместо того, чтобы быть командующими богатством Завета, многие люди в теле Христовом подавляют этот аспект Завета. И мы должны снять крышку, мы должны открыть дверь, мы должны открыть ворота, мы должны открыть наше сердце и разум, и позволить Богу быть Богом, позволить Богу принести проявление того, что Он пообещал в Своем Слове. Мы должны это сделать. Наше время подошло к Анскому. Мы должны это сделать. Это новая книга Лероя, становясь командующими богатством Завета. Эта книга – конспект того, чему Лерой учил нас, и к чему побуждал на этих передачах. Пророческое слово может освободить вас из финансового рабства. Вот оно. Да. И именно это и высвободило это помазание на сегодняшней передаче, что было чем-то очень необычным, очень сильным. Поэтому записывайте для себя эти передачи. Закажите нашу книгу, и начните изучать, изучать и изучать это. Отрежьте от себя весь этот телевизионный мусор. Все эти сказки и ложь, где идет один обман за другим. Выключите этот мусор и погрузитесь в эти вещи, в это сильное слово. И давайте помолимся. Отец, мы противостоим птичьему гриппу и всему остальному, к чему дьявол изо всех сил пытается приковать внимание мира через средства массовой информации, чтобы убедить их в том, что их единственным спасением является какая-нибудь вакцина или прививка от гриппа. Нет! Исцеление крови Иисуса является нашей надеждой и нашим спасением. Слава Богу! Аминь! Если вы хотите заказать наши книги, напишите нам по адресу, который вы видите на экране. До завтра! А пока мы, Каннет Копланд и Лерой Томпсон, напоминаем вам, что Иисус Господь!